Коллеги, всем добрый день. Сегодня у нас с вами мастер-класс по теме личная эффективность. Я являюсь бизнес-тренером, преподавателем высшей экономической школы, и в сфере этой деятельности я работаю уже 21 год. И, собственно говоря, как у нас в школе принято, каждый преподаватель, он все равно имеет такую свою специализацию. И я в основном провожу программы, которые связаны с развитием личностных компетенций. И понятно, что личная эффективность – это прямо вот что называется туда. У нас сегодня с вами, вот за это короткое время, то есть у нас с вами час работы, даже чуть меньше. Знаете, вот я все обдумывала, какая же у нас цель. И все-таки очень хотелось бы, чтобы вы за это время, у вас составилось какое-то такое очень стройное видение, что же это за понятие и какие аспекты оно в себя включает, какие, возможно, у человека есть барьеры на пути как раз развития личной эффективности. Вам даже сегодня удастся немножечко себя подиагностировать. Опять же, цель какая, чтобы понять, ну вот как у вас с этим, и, допустим, если вы идете в сторону развития, то с чего вам целесообразно стартовать. Вот, и, конечно, мне еще хотелось бы, ну там пару слов сказать о программе, что она включает, там об опыте реализации. И еще такой момент, тоже хотя бы несколько инструментов вам показать, которые, ну, собственно говоря, мы там используем уже на самом курсе. И вот смотрите, сейчас, коллеги, я что вас попрошу. Вы увидите много-много разных, там, я не знаю, картинок, да. Вот, у вас будет какая задача? На них посмотреть и попробовать из тех, что представлены, выбрать как раз ту, которая у вас в большей степени ассоциируется с понятием личной эффективности. Кто-то может голосом прокомментировать, какую вы выбрали и почему? Да, могу. Я выбрала шестнадцатую. Здравствуйте всем. Добрый день. Здравствуйте. Я выбрала шестнадцатую, потому что мне кажется, что личная эффективность – это когда у тебя все хорошо спланировано, и ты все успеваешь. Ну, грубо говоря, не все, да, но вот самые важные задачи, которые ты для себя выделил именно важными, которые дают тебе 80% результата, ты обязательно успеваешь их сделать. Так, а еще, коллеги, еще вот кто другие картинки? Давайте парочку послушаем, хотя бы еще людей. Могу я сказать «добрый день, Ксения». Ну, десятую я выбрала картинку, потому что для меня личная эффективность – это вот такой визуал как раз-таки вот гармонии внутренней, когда у тебя в гармонии все, то есть, да, такой work-life balance у тебя, то есть не то, что вот для меня шестнадцатая показалась такой более, скажем так, агрессивной, что ли, а тут именно гармония, то есть ты успешен, ты во всем успеваешь, и самое главное – ты находишься в балансе и в гармонии с собой, с природой, с окружающим миром. Как-то вот так. Слушайте, Ксения, то есть получается, что то, что ты все успеваешь, как раз как будто бы определяется тем, в каком состоянии ты находишься. То есть если ты исходишь из какой-то баланса, синхронизации, то тогда все и получается. Я правильно так услышала? Да, да-да-да, верно, да. Я выбрала десятую и четвертую. То, что касается десятой картинки, да, я целиком согласна с предыдущим, как бы вот девушка, которая выступала, а четвертую я еще выбрала, потому что, наверное, личная эффективность еще и зависит, насколько человек умеет отдыхать. Вот у меня так ассоциируется. А можно про седьмую картинку сказать? Я почему-то выбрала седьмую. Почему? Потому что эффективность — это про определенные достижения, про развитие, про шаги вперед и про какую-то внутреннюю свободу, что ли. Поэтому мне эта картинка наиболее близка. Коллеги, вот смотрите, вот даже вот из такого небольшого нашего опроса мы просто видим, что у каждого какое-то свое что-то без соображения про личную эффективность, то есть каждый ее понимает как-то по-своему для себя. Вот давайте сейчас дальше мы пойдем. Сейчас немножечко вот как раз про сами понятия, коллеги. Ну, то есть смотрите, получается, что я очень часто вижу, я вижу, что, например, как будто бы понятие очень часто личной эффективности, например, самоменеджмент, хотя, ну что такое самоменеджмент? Самоменеджмент вроде как дословно управление собой. Как будто бы они понимаются по-разному, как-то сливаются. Вот если определять все-таки личную эффективность, то обычно, вот зайдете там в интернет, наберете личную эффективность, То есть что это? Что это когда человек достигает тех результатов, которые ему важны хоть в работе, хоть в жизни и с оптимальными усилиями для самого себя. То есть вот это вот как раз такое, знаете, как бы общее определение личной эффективности. А вот как раз самоменеджмент это как раз, знаете, такой навык управления своим временем, обладающий способностью ставить цели и достигать, контролируя прогресс и оценивая накопленные знания и опыт. Вот само по себе понятие личная эффективность очень интересно, что оно изучалось, ну, собственно говоря, там в разных странах. И есть такой очень интересный момент, я читала статью относительно того, в какой культуре, как обстоят дела с личной эффективностью. И вот все, что касается нашей с вами культуры, нашего менталитета, то есть это вот мы с вами граждане России, вот очень интересно, что считается, есть определенные затыки именно в личной эффективности, и их обозначено четыре. Вот в вашей версии, уважаемые коллеги, скажите, пожалуйста, как вы понимаете или предполагаете, какая зона роста в плане личной эффективности у русского человека? Возможно, прокрастинация, там, синдром самозванца, что-то в этом роде. Ага, так, Надежда, прокрастинация, то есть это получается откладывание на завтра, да? Да, да. То есть я пустую, я на завтра. Так, еще, коллеги, какие есть версии? Либо, наоборот, такое, тельняшка рвания, типа, я сделаю все это, и это еще вчера будет готово. Вот как-то так, вот это вот с этим. Не умение планировать правильно, распределять свои, скажем так, внутренние ресурсы, вот так вот. Ага, ну тут пишут русский авось, тоже вижу, да, не умеем делегировать задачи и так далее. Слушайте, очень много тоже аспектов. Смотрите, то есть это не я исследования проводила, но, в общем, к чему в итоге пришли? Очень интересным моментом. Значит, а момент первый – это как раз то, что русский человек, он не очень-то ощущает себя хозяином своей жизни. Мы сейчас не будем говорить, что откуда там, как сложилось, но вот именно ощущение какого-то авторства, то, что я хозяин и то, что я управляю своей жизнью, проявлено мало. Второй момент, который отметили – это как раз недостаточно проявлено стратегическое мышление. То есть как будто бы, вы знаете, такое мы мыслим на короткую больше перспективу. И посмотреть на далекую, ну вот я, собственно говоря, когда читала, я так все прислушалась себе с чем-то на основе своего опыта, согласна, с чем не согласна. По своему опыту я тоже вижу, что, конечно, там, допустим, на тренингах по целеполаганию, по целедостижению действительно как бы смотреть на какую-то далекую перспективу там 10 лет – это у нас, ну, конечно, единицы берутся. И еще момент, который уже отразили – это как раз, знаете, вот недостаточная способность к самоорганизации. То есть чтобы вот это, знаете, как-то планово, системно двигаться в направлении того, что важно, это тоже является зоной развития. Ну и последний, коллеги, момент, который был отмечен – неспособность контролировать свои эмоции. Ну или недостаточная, давайте будем говорить, способность контролировать свои эмоции. То есть как будто бы даже такая, знаете, ну, некоторая эмоциональная вроде бы свобода, которая иногда, может быть, граничит с такой эмоциональной где-то даже распущенностью. Да, вот то, что я тоже как-то анализировала. Тут у меня, конечно, поднялись свои чувства на этот предмет, но я вам просто проговариваю то, что, значит, отразили в статье исследователи. А вот сейчас мы с вами, смотрите, как раз пойдем вместе, наверное, к самому главному, чтобы вот заглянуть вглубь и посмотреть. Ну вот есть определение личной эффективности, то есть способность достигать высоких результатов в работе и жизни с оптимальными там усилиями, вложениями. Ну что же там дальше-то внутри зашито? Поэтому, значит, смотрите, коллеги, сейчас просьба такая. Попишите, пожалуйста, как вы считаете, из каких аспектов все-таки состоит это понятие. Давайте посмотрим, что у нас родится в итоге, значит, как бы общими усилиями. Подгружаются ответы, самоорганизованность, успех в работе, личная удовлетворенность, умение отдыхать в отпуске, самоконтроль, баланс, хватает времени, набиваться успехов, планирование. Такая многоаспектная. Смотрите, еще добавляют люди. Пока планирование у нас, я понимаю, является победителем, планирование все равно. Еще смотрите, достижение целей, планирование, достижение целей, удовлетворенность, планирование. Но пока все-таки в самом таком активе достижение цели, планирование и удовлетворенность. Хотя, конечно, тут столько и скорость принятия решений, смотрите, и гармония с собой, баланс между работой, личной жизнью. Уверенность в себе отображается. В общем, здорово. Что, собственно говоря, включает в себя аспекты личной эффективности. Девять этих аспектов представлено. Мы сегодня на всех на них остановимся. Но вот давайте первый такой момент. Знаете, вот когда фраза такая звучит, попробуйте продлить ее. Все болезни от. Кто-то может сказать? От нервов. От нервов. Так, еще версия. А то нет удовлетворенности в работе. От стресса. Илья пишет. Женя. Удовлетворенности в работе. Ну, то есть, смотрите, такое мнение, что все равно получается, что то, как мы себя ведем вообще в жизни, то, как мы себя проявляем в отношениях с людьми, то, какие мы используем стратегии подхода в достижении целей, то, как мы себя проявляем в стрессе, это во многом как раз связано с устройством нашей головы. То есть, по сути говоря, это как раз то, что связано с нашим сознанием, сознанием, развитие сознания и управление мыслями. Я вот прям начинаю с этого аспекта, хотя тут вот как бы не в том порядке. То есть, получается, что то, чем наполнена голова, какое у нас внутреннее содержание, какие у нас превалируют внутренние убеждения, потому что, ну, что такое убеждение? Убеждение – это какая-то структура верований, да, во что-то. То есть, как говорят, энергия следует за мыслью. Это вот про это. То есть, получается, значит, аспект сознания включает в себя умение мыслить продуктивно, умение мыслить позитивно, и причем это разные типы мышления. Вот это вот как раз то, что очень важно для личной эффективности. Мы сегодня это увидим с вами даже в упражнении, я подобрала упражнение на эту тему. Следующий аспект, на который я обращаю внимание, это управление эмоциями. То есть, сейчас очень много и говорят, и про это пишут, да, что это такое понятие. Кто-то слышал на тренинге, наверное, ходил, эмоциональный интеллект. То есть, получается, насколько человек вообще понимает свое состояние, в котором он находится. Потому что, ну, как мы можем управлять эмоциями, если мы не понимаем, не умеем, знаете, как бы осознавать и осмыслять свое эмоциональное состояние, в котором мы находимся. У нас даже, знаете, очень часто бывает, что мы его даже предметить-то не можем. Мы понимаем, что мы что-то чувствуем, что с нами что-то происходит. А что именно и как тогда мы можем на это влиять, вот все-таки остается неким знаком вопроса. Значит, следующий момент – это управление энергией, да. И это, слушайте, тема темная такая, потому что сейчас, конечно, мы, ну, вообще, собственно говоря, у нас такая среда, как это так тоже исследователи говорят, что мы с вами живем в такое время, когда, знаете, как бы очень на себе чувствуем давление внешней среды. И получается, что человек все время, да, когда оно находится под влиянием разных стресс-факторов, безусловно, у него происходит такая, знаете, как бы постоянная мобилизация, и он живет в режиме какой-то прям мобилизации. А получается мобилизация, мобилизация, мобилизация. И это, в общем-то, приводит очень часто к тому, что у него начинает истощаться энергия, уровень энергии. Мы с вами тоже про это поговорим, потому что, когда говорят энергия, ну, что такое энергия? Это как раз активность, то есть это сколько у меня есть, так как будто бы внутренних сил для того, чтобы я, ну, как бы мог справляться с этими многочисленными и разнообразными задачами в своей работе и в своей жизни. Очень важный аспект, конечно, на сегодня. Далее, значит, коллеги, вот давайте мы с вами обратим внимание на управление реакциями действия поведения социализации. Тут буквально недавно проводила тренинг. Очень интересно было, что когда как раз тренинг был, это был корпоративный проект, была одна организация, которая, знаете, просто, ну, с завидной регулярностью ежегодно проводит там для своих руководителей стартовый, всегда базовый тренинг по личной эффективности. И вот очень интересно было, когда мы рассматривали эти аспекты, то вот руководители, они поставили как раз аспект управления поведением, там, значит, реакциями, своими действиями очень высокую оценку. А в конце сказали, Валерия, давайте мы это пересмотрим. Дело все в том, что как раз наше поведение в стрессовых условиях, оно не такое, как бы нам хотелось. То есть очень часто у нас начинают возникать какие-то, как это называется, дисфункциональные реакции поведения, потому что мы как бы испытываем стресс. А нам-то как раз очень важно, чтобы поведение было максимально функциональным и продуктивным, и вело нас, что называется, получу, вы знаете, как есть такой термин, что получить, что я хочу, получу к своей цели. Вот, поэтому это как раз очень важный аспект личной эффективности. И, знаете, вот, ну, коллеги дорогие, тут вот что нам очень важно понимать, что наше поведение, оно во многом механистично, во многом механистично. У нас модели поведения очень часто одни и те же, а ситуации многообразны. И как раз вот этот вот момент, насколько же я могу использовать разные стратегии, разные модели поведения, которые будут наилучшим образом меня вести к своей цели, вот это как раз, ну, прямо очень-очень тоже такой важный момент нашей эффективности. И дальше мы пойдем уже с вами в самостоятельные выборы принятия решений. У нас, конечно, вот тоже такой нюанс, что понятно, что когда мы даже себе ставим цели, то есть мы находимся иногда в точке выбора, то ли к этой цели идти, то ли к этой цели идти. То, что мы основываем свои выборы как раз на нашем сознании, вот я хочу сказать, что вот эта территория прям самостоятельного выбора, решительности, умения принимать решения в стрессовых условиях, ну, конечно, это просто, знаете, такое поле, как вот при входе решения, как все-таки профилактировать, предупредить какие-то риски. И я вот очень часто вижу такие моменты, когда, допустим, там, знаете, одолевает страх, какие-то эмоции как раз не позволяют человеку принять решение и уже задать себе какое-то направление, порой новое направление, новый какой-то виток в своей карьере или в своей личной жизни. Вот, значит, следующий момент – это цели полагания. Причем обратите, пожалуйста, коллеги внимание, что цели полагания и цели достижения – это все-таки разделяют два аспекта. Могу вот, знаете, какой момент такой проговорить. Вот, может быть, он вас очень сильно удивит, но вот, наверное, это мой уже вывод, что люди не любят цели полагать, потому что, когда мы начинаем уже цели полагать, а мы понимаем, что цель – это все-таки, когда мы создаем очень конкретный образ того результата, к которому мы хотим прийти. Как вы думаете, вот что происходит с человеком, который уже себе ставит цели, и почему психологически это делать не совсем выгодно? Вот какие есть версии? Возможно, потому что, когда ставишь цель, нужно работать, и тут у нас как раз вступают в игру перфекционизм, прокрастинация и все прочее. Ты думаешь, цель, конечно, классная, но она же стоит на год. Вот я сегодня еще поотдыхаю, а завтра с утра начну заниматься спортом. Ну, это, например, да, просто. И таким образом у нас все откладывается. То есть получается, что когда цель, человек действительно, он начинает испытывать уже, когда постановка цели произошла, он как будто бы, знаете, психологически тяжелеет. Тяжелеет, потому что действительно уже как бы начинает осмысляться и осознаваться мера ответственности уже за цели достижения. А получается, что чем больше какие-то цели амбициозные, там новые и так далее, то есть у нас все-таки базово вот этот вот механизм где-то, знаете, как оставаться в зоне комфорта, причем я думала, зона комфорта – это что-то хорошее, а зона комфорта получается, что это все равно как бы у нас, ну, очень мощны все-таки привычки внутри нас. По большому счету, развитие – это очень непростая история, очень непростая история, потому что как раз привычки нас очень часто держат. Вот, и кто-то сейчас написал, я увидела, что полезно ставить цели по смарту. Конечно, вот кто написал по смарту, у меня, знаете, когда-то был разговор с одним моим знакомым, он является врачом-нейрохирургом, и он сказал мне такую вещь, он сказал, что очень интересное наблюдение, что когда, например, вот, допустим, делать человеку, у которого какая-то, ну, прям, знаете, простроена в голове цель, и сделать в этот, ну, как бы, момент энцефалограммы даже головного мозга, когда он ее прямо удерживает в сознании, то можно увидеть очаг возбуждения в облогных долях головного мозга. То есть это очень часто как раз говорит про то, что у человека, когда он ставит себе очень конкретные цели, задается действительно какая-то внутренняя программа, которая действительно начинает вызывать определенные изменения у нас и на уровне сознания, и на уровне тела, и на уровне эмоционального состояния, и происходит какая-то, знаете, вот такая вот фокусная направленность на уже реализацию того, что мы себе, ну, как бы, очень четко в голове сформировали. А вот история о цели достижения, она у нас какая? То есть бывает так, что человек, вот как Надежда точно вот это проговорила, и кто-то еще это проговорил, значит, что цели могут быть поставлены, и у меня, я говорю, что вот есть такой пример, у меня есть мой, значит, знакомый, который очень любит заниматься целеполаганием, он очень здорово это делает, там, значит, выбирает какие-то сакральные даты, значит, там, перед Новым годом, летом два раза в год, и, значит, он так это и прописывает, и даже, знаете, немножко вот кто-то увлекается, там, коллажи делает, но потом, когда мы с ним встречаемся, я ему говорю, ну, как у тебя там прогресс, когда он особенно с целями делится, а он говорит, слушай, ну, вот цель есть, все прописал, воли нет. И вот получается, что территория цели достижения, она немножечко другая. То есть, если, например, в целеполагание входят такие характеристики, которые, значит, я хочу, да, я осмысляю, почему для меня надо, я начинаю уже как бы конкретизировать вот этот конечный результат, который для меня важен, я уже обдумываю какую-то общую модель действий, например, стратегию, как я это достигну, то территория цели достижения, она немножечко другая. Территория цели достижения, это как раз, когда я начинаю уже планировать свои шаги, упорядочивать их в ленте времени, это когда я начинаю действительно проявлять волевую мобилизацию на то, чтобы двигаться на направлении того, что для меня важно. Вот, это у нас уже территория цели достижения. И таким образом, знаете, получается, какая история? Допустим, бывают люди целеполагают, но не цели достигают, а бывает история такая. Люди цели достигают, цели достигают, цели достигают, а потом думают, и что это я цели достигаю? Это вообще моя цель или не моя? Нафиг она мне нужна? Кем она вообще придумана? И вот получается вот это вот такой момент. Но я вижу, что очень много людей, прямо они на воле-воле, значит, идут как бы вперед, что-то цели достигают, А потом у них как будто бы раз происходит такая остановка, и они начинают осмыслять уже свои цели. Значит, смотрите, что у нас еще с вами? Это, конечно, у нас управление психическими функциями, то есть все, что связано, например, когда человек чувствует, что у него как будто бы не хватает способность концентрировать свое внимание на тех задачах, которые перед ним стоят. Или, например, как раз когда это связано, знаете, когда трудно вообразить, представить себе какое-то, я не знаю, многообразие развития событий, там еще что-то. Но я хочу сказать, что, например, на программе нашей мы, конечно, этого не касаемся, потому что это совершенно отдельный аспект, невероятно глубочайший. Вот, поэтому, ну, чтобы вы тоже понимали, это тоже аспект личной эффективности. Ну, и вот обратите внимание, управление ресурсами, это как раз когда мы говорим вот с этой трактовкой самоменеджмент, то есть там управление временем, говорят, там управление финансами, деньгами. Как я вообще распоряжаюсь, значит, этим ресурсом. Вот, управление отношениями с людьми, то есть потому что люди это тоже ресурс. Вот это тоже у нас, насколько я умею управлять ресурсами, которые, ну, вот у меня в жизни есть. И вот это вот, коллеги, у нас все аспекты личной эффективности. Сейчас мы подробнее на них на каждом остановимся. Я сейчас хочу чуть, знаете, аргументировать, может быть, кто-то уже видел эту аббревиатуру, которая называется VUCA-MIR, то есть это тоже результат исследований современного мира. Вы сейчас, знаете, какие-нибудь тренинги веду, я говорю, слушайте, коллеги, вот скажите, пожалуйста, продлите фразу «Мир – это». И вот то, как вы понимаете сегодняшний мир, в котором мы живем. И вот люди начинают там накидывать, накидывать ассоциации с миром. У кого-то они положительные, у кого-то они отрицательные. Вот, это как раз то, что мы как вот действительно тоже воспринимаем сегодняшний мир. Так вот, исследователи посмотрели, и просто они как-то, ну, видимо, опрашивая там большое количество человек там, значит, увидели, что мир сейчас имеет четыре вот такие вот характеристики. Первое – это изменчивость, то, что действительно сейчас скорость изменений, ну, она такая колоссальная, что ты можешь просыпаться каждый день, да, и видеть, что уже раз, и что-то поменялось. А вот это вот то, что что-то поменялось, это от этого все равно опять же зависит то, что нужно что-то где-то там опять поменять в работе или там в жизни. Вот, и понятно, что в условиях изменений человеку нужно, ну, как бы, представляете, как это, скоростным образом адаптироваться уже к фактам, которые происходят. Неопределенность. Слушайте, ну, понятно, что вот когда мы говорим про неопределенность, значит, это, ну, попробуй сейчас, предскажи, что там на основе прошлого опыта ожидает нас в каком-то ближайшем будущем. Неопределенность – это очень выраженный стресс-фактор для любого из нас. Я вообще в жизни в своей видела немного людей, которые очень приветственно относятся к неопределенности и прямо любят, и прямо черпают от этого какую-то энергию. Вот, у меня сразу всплывает образ там одного моего знакомого, который кайфует просто от состояния неопределенности, но это, вы знаете, я могу сказать, очень такой редкий момент. А так, на самом деле, в неопределенности мы себя чувствуем очень уязвимо. Вот, следующий момент – это сложность. Ну, попробуй дать вот эту вот, ну, как будто бы понять, что ли, ситуацию и как-то очень, ну, как бы сложить все пазлы, которые вам позволяют принять какое-то решение очень четкое. Потому что, ну, настолько факторов много, настолько важных составляющих, которые в какую-то встроенную там стратегию, встроенное какое-то, я не знаю, решение тоже уважить сложно. То есть, действительно, мир сложный, такой многослойный пирог. И следующий фактор – это неоднозначность. То есть, по сути говоря, сложно ответить на вопросы сейчас, кто, что, почему, как, когда, ну, и так далее. Пишет Татьяна, а почему так не позитивно? Вот, слушайте, ну, почему так не позитивно? У меня, кстати, этот же вопрос возник, потому что я все, знаете, как это изо всех сил развиваю в себе положительную фильтрацию. Но я вам просто довела, вот, как сказать, мнение, значит, исследователей, которые вот так охарактеризовали мир. Ну, кстати, знаете, что, Татьяна, хочу сказать, что если, например, я там вот этот вот эксперимент провожу и прошу людей представить, там, я не знаю, там бывает корпоративный проект или сборный проект, честно говоря. То есть, есть трактовки и такие, и такие, но очень интересно, что в текущее время, ну, вот последний год, я вижу все-таки непозитивных трактовок, вот, ну, как есть, да. Вот, и вот смотрите, получается, что, какой вывод-то из этого, что вывод-то из этого следующее, что человеку, ну, как бы вот в тех вот этих вот, при тех характеристиках мира, конечно, очень важно наращивать свою адаптационную способность. Ну, как бы что бы ни происходило, то есть, получается, нам очень важно повышать свою личную адаптационную способность, а это как раз вот оно то, что позволяет нам в любых условиях продолжать, ну, как бы быть и жить эффективно. И то, что вот, посмотрите, посмотрите, с правой стороны слайда стратегии поведения в условиях изменений, тоже очень интересная, на самом деле, такие категоризации, значит, что когда, допустим, вот эти вот все, ну, как бы факторы в жизни сходятся человека, потому что ведь я понимаю, что из нас, вот, каждый, кто здесь присутствует, у каждого на сегодня своя реальность. И у кого-то она больше со знаком плюс, а у кого-то она со знаком минус, именно на данном, вот, как бы на текущем отрезке нашей жизни. И когда, например, вот эти все факторы, как бы единым образом в нашей жизни, я имею в виду, негативно исходятся, то получается, что человек очень часто в таких условиях, он может, как бы, оказываться в кризисной ситуации. Что такое кризис? Кризис по факту, что что-то такое происходит, к чему я не могу адаптироваться, у меня слишком высока сила внутреннего сопротивления для того, чтобы принять что-то, какие-то изменения в своей работе. Я не знаю, там, поменялся, там, состав, как бы, там, руководитель или там внедряется какой-то новый процесс. И получается, что человек, когда он не может как раз адаптироваться, он начинает впадать вот в этот вот внутренний кризис. И из кризиса, как говорят, две дороги. Либо я все-таки это пойму, что у меня сейчас вообще какой-то разрушительный процесс начался. Я, поверьте мне, очень много вижу, я же веду, когда консультации, поучинг, люди-то приходят, и они приходят вот в таком кризисном состоянии, ну, просто потому, что они не могут адаптироваться к какому-то обстоятельству их жизни. И тогда вот смотрите, получается, значит, что если я не могу справиться со своим сопротивлением, то я начинаю заступать уже на путь какой-то деградации, имеется в виду какой-то процесс саморазрушения начинается. Либо я умею справиться с этим внутренним сопротивлением и, что называется, двигаться вперед. И вот это вот как раз путь уже в адаптацию, и нужно ничего здесь не перепутать, потому что адаптация, это кажется, что, ой, какая простая штука адаптация, ничего здесь простого абсолютно нет, потому что адаптация истинная, она может происходить только если есть принятие течения событий таковыми, какие они есть. И следующее, это уже как бы у нас фактор ускоренного развития. То есть, значит, это тоже такая стратегия поведения, когда я вижу, что все как бы меняется, то я понимаю, что мне нужно набирать обороты, осваивать что-то новое, как-то приноравливаться к тому, как меняются события в жизни, вот это примерно так. Коллеги, я не знаю, кто из присутствующих, может, у кого-то есть такая текущая ситуация, нужно очень четко прям смотреть, какая у вас стратегия поведения в условиях каких-то, ну, там, изменений в работе или жизни. Ну, тут я так уж привела слайд, что если не меняться как бы в наших условиях, то как бы вот, как Деминг, он считает, что, ну, как бы, значит, вы можете не меняться, выживание не является обязательным. Он просто считает, что это обязательное условие, обязательное условие развития для того, чтобы вообще как-то адаптироваться к любым изменениям в жизни, вот. Следующий момент. Сейчас я будем что-то пропускать. Ну, слушайте, ну, тут антихрупкость, автор книги Талиб, значит, он так называется, у него антихрупкость, он просто говорит, что вообще сейчас жизненная задача любого человека улучшаться от стресса, становиться крепким от внешнего воздействия, способность очень быстро извлекать выгоды там от неудач, потеря ошибок. И вот самое главное, кто-то сегодня вначале проговаривал о том, что целостность, вот эта внутренняя гармония, вот он как раз про это говорит, что если ты синхронистичен внутри самого себя, то ты, соответственно, можешь транслировать те стратегии поведения, которые будут уже, ну, как бы максимально тебя спокойно вести к цели. То есть вот это вот очень важное умение все-таки достигать внутреннего баланса, внутренней точки спокойствия, да, такую целостность. Коллеги, будьте добры, пожалуйста, вот у вас есть ручка, листочек, это очень тоже важный момент. Проведите себя вот так внутренне по каждому аспекту и попробуйте по десятибальной шкале, в десятибальной шкале, значит, посмотреть, вот какую бы вы себе поставили оценку вот в текущее время. Год назад это было так, два года, три назад это было еще как-то, а вот сейчас на текущий срез, как бы вы вот какую оценку поставили, где десять, это, понятно, высокая оценка, где ноль, ну, прям, что-то совсем никак с этим. Каждый для себя пройдите такую самооценку. Посмотрите, коллеги, для себя, для себя, конечно, посмотрите вот на этот вот момент, потому что здесь нужно понять, что, собственно говоря, ну, как бы является зоной развития. Вот с чем у нас прям окей, супер, а что является зоной развития в аспекте личной эффективности. Ну, вот примерно так. Даже вот когда мы там про программу, я несколько слов скажу, что программа построена таким образом, что там на каждом, как бы, курсе программы рассматриваются определенные аспекты личной эффективности, и там можно прямо посмотреть, какой вот курс прям для вас сильно актуален, да, или полностью, или еще что-то. Про развитие осознания, управление мыслями. Вот я сейчас уточняю, коллеги, это как раз, то есть, насколько я умею мыслить продуктивно, что такое продуктивное мышление, я не застреваю на проблеме, я умею очень быстро проблему переводить в задачу и в решение, да, в решение, вот, и насколько я мыслю позитивно, то есть, насколько я, как бы, вижу вот эти вот возможности, плюсы в любом раскладе событий, которые как раз, ну, знаете, как бы формируют мой самонастрой на урегулирование любой сложности каких-то там жизненных вопросов. Это туда. Валерия Евгеньевна, пока коллеге еще дадим минуточку буквально подумать про это место, у меня, знаете, свой личный вопрос тут возник. А если, они же взаимосвязаны, получается, эти аспекты, ну, то есть, в моей жизни, например, управление эмоциями и управление физической энергией очень связаны. Ну, в смысле, если я вдруг проснулась, ну, там, мне грустно, ну, в смысле, мне вот грустно, то у меня энергии нет. Совершенно верно, абсолютно верно, Маша, замечательный просто вопрос. То есть, смотрите, они имеют, конечно, связку друг с другом. Почему я стала немножечко произносить это в другом порядке, нежели как это было представлено на слайде? Потому что я пыталась показать как раз эту закономерность. Даже когда человек негативно думает, у него начинает уже меняться эмоциональное состояние, почему и говорят, что энергия следует за мыслью. И, конечно же, тут же происходит как раз, да, демобилизация, то есть снижается вот этот вот уровень энергии. Вот я привела тут слайдов несколько, мы посмотрим на один. Вот мужчина, например, он ставил себе вот такую вот самооценку по основным аспектам. И вот посмотрите, Маша, ваш вопрос, замечательный ваш вопрос. Вот посмотрите, какие у него шкалы являются проседающими. Вот видите, какая там действительно можно проследить взаимосвязь. Вот у него идет четыре управления мыслями, да. Вот посмотрите, управление эмоциями четверка и управление физической энергией. Видите, такой очень интересный момент прямо сразу же отражает, что есть некая закономерность, когда идет падение по одной шкале, это может тянуть за собой как бы действительно какую-то историю снижения по другой. Коллеги, тут я пока подвешиваю, понятно, что есть о чем думать, говорить, размышлять. Мы с вами, наш паровоз идет вперед. Вот сейчас как раз мы идем к барьерам, к ограничениям. Мне очень хочется вам показать барьеры на пути к личной эффективности по каждой вот этой вот составляющей. Ну вот смотрите, например, барьеры целеполагания. Я здесь все-таки отразила самые, ну прям, барьеры, почему, что там как бы мешает это происходить. Значит, первое. Во-первых, это может быть, мы сегодня уже это затронули, или избегание ставить цели. Вот, коллеги, прямо избегание ставить цели. Человек понимает, что нужно бы поставить цели. Но вот он, вот если по чесноку, не хочет этого делать. То есть у него есть на самом деле другой в голове контекст и другая правда. Ему хочется остаться все-таки в той точке, в которой он есть. А точка – это зона комфорта называется. Неумение ставить цели. Слушайте, это правда непростое умение. Непростое. Потому что цели бывают зажигательные и выжигательные. Иногда человек себе сконструирует какую-то цель даже по смарту. Но, коллеги, она выжигательная. То есть она не имеет вот этого внутреннего запала и энергии, которая, знаете, как бы человека просто понесет на всех парах к тому, чтобы он это реализовал. Неумение формировать картину желаемого будущего. Люди разучились мечтать. Я даже могу сказать, что если посмотреть, что первично цели или картина желаемого будущего, конечно, это картина желаемого будущего. Это вижн. Чего же я хочу? То есть сейчас люди преимущественно, они все на воле. Они должны, им надо. И вот получается как раз вот этот вот момент. А хочу-то я чего? На самом деле. Есть такая практика, упражнение, которое мы на тренинге проводим. Я сама когда-то участвовала в нем. Когда люди там в парах задают друг друга вопросы. Чего ты хочешь? А чего ты хочешь? И вот этот вопрос, представляете, задается, ну давайте, минимум минут 10. Вы просто ощутите себя на месте того, кому задают такой вопрос. Но это потрясающий совершенно момент, потому что очень часто люди начинают выгружать ощущение, даже непонятно, желание ли это. И очень часто до каких-то истинных желаний, это еще порой путь пройти надо. Отсутствие намерений, неумения намереваться. Намерение – это что такое? Это осмысление своих желаний. Ради чего? Зачем? Для чего? Почему для меня это важно? И вот если, например, даже человек не ставит цель по смарту себе, а он, например, ее конструирует таким образом, что мне очень важно дать качественное образование своим детям. И вот правильно поставленное, оформленное вот это вот намерение, это очень дорогого стоит, потому что когда человек, он что-то для себя формулирует и просто вот осознает этот смысл, величайшая просто вещь. Привязка к цели, негибкость. Кто-то сегодня вот этот вопрос задал, что если цель теряет актуальность. Коллеги, слушайте, да очень много с этим тоже встречается. Допустим, цель поставлена особенно в профессиональной деятельности. То есть здесь, ну все, она теряет свою актуальность. Очень важно быстро перенастроиться и задать другое направление. Умение не привязываться к цели. То есть очень часто такая штука, что мы прям привязываемся к цели и не проявляем вот этой пластичности. Ну и конфликт целей, конечно, тоже очень часто может быть, когда у нас там, знаете, как это вот прям конфликт. Вот мы ставим перед собой цели и не можем как бы, мы понимаем, что они у нас в конфликте друг с другом. Сотревать не буду. Цели достижения. Низкая самоорганизация. Сегодня сами про это отвечали. Неумение расставлять приоритеты. Не такая уж и простая задачка, потому что нужно понимать, отправная точка расстановки приоритетов. Прокрастинация сегодня звучала. Цифры на самом деле страшноватые про прокрастинации. Вообще считается, это больше болезнь мужчин, чем женщин, кстати говоря. Причину прокрастинации множество. Допустим, сегодня писали там перфекционизм, например, синдром самозванца, там еще что-то такое. Когда, например, значит, нет энергии, прокрастинация, пожалуйста. Вот она взаимосвязь. Да как не будет человек откладывать на завтра, если он еле живой? Как мне говорят, Валерия, вы там как-то с ними поработаете, им нужно там проекты сделать. А я смотрю, люди в коллективе сидят еле живехоньки. Если померить их общую энергию, так она скорее, значит, если метафору батарейки взять, она скорее всего, ну, примерно на 20%. Ну, какие могут быть проекты? Почему сейчас руководителям очень важно обращать внимание просто на состояние людей? Потому что энергия, она очень связана с достижением амбициозных показателей, целей и так далее. Значит, слабая воля, то есть неумение вообще вот свой, как раз вот эту вот волю там обуздать, мобилизовать. Вот как сегодня сказали, там с понедельника, там начинаю, понедельник наступил уже. И это, конечно, воля, это тоже компетенция, которая развивается прижизненно. То есть если у ребенка это все-таки воспитывали, умение воли, то есть у спортсменов, например, волевой успех, прилично себя проявлен, там, допустим, там, у военных, в некоторых сферах деятельности с волей вообще все окей. Вот, ну, у некоторых, ну, просто с волей прям трагедия какая-то. Вот, ну и нерешительность. Нерешительность – это тоже то, что формируется прижизненно. Если, например, у нас, я вижу много даже руководителей, представьте себе, которые, если прям по-честному, у них не очень развита эта компетенция решительность, потому что они, решительность, если на пути твоего становления, в твоей среде создавались условия для принятия самостоятельных решений, то ты будешь уметь самостоятельно принимать решения. Когда мне нужно посоветоваться с Таней, с Маней, с Аней еще с кем-нибудь, и вот эту вот ответственность все время пилить, делить, то это очень большой вопрос, понимаете? Вот. Следующий барьер – это, значит, мы давайте берем управление эмоциями. То есть первое – это, конечно, низкий уровень самоконтроля. Вот что я про это хочу сказать? Люди, которые базово очень эмоциональные, у которых подвижный тип нервной деятельности, то есть у них такая скорость развертки всех реакций, что они прекрасно понимают, что им нужно самоконтроль, но их, знаете, как это вот просто из серии несет, несет и несет, и они как бы прежде чем подумать, они говорят, прежде чем что-то, да, там обдумать, опять же, там слова действия, они уже их делают. То есть это высочайшая склонность к реактивному реагированию и поведению. Значит, с этим работать сразу, хочу сказать, непросто, но все, что я про что говорю, это все равно развиваемые компетенции, дабы понять, как это все-таки делать-то. Вот, дальше, незнание спектра эмоциональных состояний. Слушайте, обращу на это внимание. Дело все в том, что вот есть такие тесты на эмоциональный интеллект, вот бывает так, что говоришь, там, ну, пожалуйста, будьте добры, вот как бы вы предметили свое эмоциональное состояние в последнее время? И вот даешь время, и просто видишь, что некоторые люди прям так зависают, то есть они чувствуют, но отобразить они не могут. Начинается путаница, то есть люди не могут опредметить, то ли это эмоции группы, как это, знаете, там есть группа печаль, в которую там входит огромное количество эмоциональных состояний, то есть это усталость, это может быть лень, это может быть апатия, разочарование, беспомощность, грусть, там, тоска, или это больше группа страха, например, там огромная, то есть, а понимаете, почему это важно? Потому что от того, насколько я понимаю свое эмоциональное состояние, дальше следует то, как я буду им управлять, а методы-то различаются. Вот ведь в чем дело. Значит, незнание, неумение управлять демобилизующими эмоциональными состояниями, то есть я действительно не понимаю, вот у меня страх, 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 и я вижу, что люди, ну, елки-палки, в своем страхе доводят для себя до панических атак. То есть здесь задача-то какая? Задача, чем быстрее ты понимаешь неблагополучие своего эмоционального состояния, тем быстрее тебе важно что-то с этим поделать, потому что если ты не будешь что-то с этим делать, ну, например, вот я коснулась вот этой печали, которая самым катастрофичным образом влияет на результативность человека в работе и жизни, то есть получается тогда не что с этим делать-то. Ну, как быть? Нужно очень быстро что-то с этим решать, потому что иначе я могу от усталости докатиться в дополннейшие апатии. Вот. Низкий уровень эмпатии, например, это тоже такое ограничение в эмоциональном интеллекте, что я как бы не чувствую эмоциональное состояние других людей. Значит, ну, не чувствую. Есть люди вот как будто бы, ну, совершенно не отображают, что происходит с другим. Раз я не отображаю, значит, я, наверное, не могу как бы снять какую-то токсичность во взаимодействии, которая проявляется с другим человеком. Ну, и неумение влиять на эмоциональное состояние других людей. Вот. То есть как-то позитивно повлиять. Есть прямо методы снятия какого-то, знаете, вот этого негатива во взаимодействии с другими. На самом деле их не так уж и много, но если кто это умеет, вы можете очень легко как-то эту ситуацию как-то снять. Дальше. Управление энергией. Маш, про что вы говорили? Да, и про что я тоже затронула. Нераспознавание каналов утечки энергии. Первый вопрос всегда. Через что я теряю энергию? Это внутренние причины или внешние причины? Куда она идет? Где те мои энергетические дыры? Следующее. Разбазаривание энергии. У кого энергии много, значит, ух, может быть, даже пора что-то с этим поделать, потому что я начинаю разбазаривать свою энергию. И, например, есть такая замечательная фраза, если в тебе энергии много, то рядом с тобой будут люди, в которых энергии, увы, мало. И тогда твоя задача научиться что-то как-то тоже, немножко ее приберечь на благие дела и дать, наоборот, людям рядом с тобой проявить свою энергию. Неспособность восстанавливаться удручает меня. Просто удручает, насколько люди понимают, что они выдохлись, что у них уже какая-то усталость накопившаяся, но они берут и чешут куда-то, продолжают в том же ритме, в том и в том же этом. Пока, значит, не докатываются еще до более худшего состояния. Коллеги, да нет больше ответственности, чем ответственность перед самим собой. И если ты чувствуешь, что в тебе, я уже сказала, что эта энергия очень просто плохо влияет на результативность человека в работе и жизни. То есть первая твоя задача перед самим собой это восстанавливать уровень своей батарейки. Неумение увеличивать свою энергоемкость. То есть как так поддерживать свое ресурсное состояние, ну, примерно там этак на 80. Я уж не говорю про 100. Антидепрессанты, психотерапия помогут. Катерин, слушайте, вообще первое предложение, пока еще успеть до антидепрессантов. Я полностью за, чтобы помогать немножко на уровне физики, но не путем антидепрессантов для начала. Это уже самая такая крайняя мера. Что касается психолога, психотерапевта, тут все допускается. Ну, слушайте, задача, ну, научиться человеку помогать самому себе сначала, вот сначала самому себе помогать. И иметь вот эти вот методы в ассортименте. А так, ну, конечно, когда уже, знаете, там, крайний вариант. Я когда-то начинала свою трудовую деятельность в отделении неврозов. Я понимала, что там как раз были люди, которые лежали в отделении неврозов. Это были люди те, которые в свое время не смогли себе помочь или просто не взяли на себя за это ответственность. Значит, следующее – это барьеры в управлении ресурсами. Я кратко про ним пойду. Не умея ни желания, ни знания, не умея не использовать в своей жизни навыки самоменеджмента. То есть я уже сказала, что как, вот, помните, там, исследования показали, что у русского человека с этим не айс. Что делать с прокрастинацией? Ну, что делать с этим? Что делать вот с этими, как сказать, когда у тебя 33 задачи и все в ряд? Что с этим делать? Как из этого выйти? Работа с информацией. Ой, тут сколько тоже есть интересного по работе с информацией. Как научиться работать с информацией? Как свою голову не сделать какой-то дымящейся трубой просто-напросто, да? Вот. Значит, что? Как? Как вообще вот это вот уметь останавливать, вообще освобождать свою голову от вот этой излишней информации? Значит, финансовое планирование – это, конечно, очень важный момент, потому что с деньгами у некоторых людей просто полный абзац порой, что происходит. Если им задашь вопрос, скажи, пожалуйста, дорогой человек, сейчас вот много чего поменяется, у тебя есть как бы точка опоры, и ты можешь смело сказать «у меня деньги есть». Вот мало человек про это вообще могут сказать. А на самом деле ты можешь быть спокойным, эмоционально, Маш, показывая взаимозависимость, да? Значит, представляешь, как… То есть получается, что если у меня зыбкая какая-то финансовая основа, и я все время живу в режиме денег нет, так это на самом деле точка утечки энергии. Поэтому, значит, сразу вот связующее звено. Одно тянет за другим. Значит, навыки эффективной коммуникации и формирования отношений с другими людьми. Тоже очень такой вот важный момент, потому что еще раз повторюсь, люди – это огромный ресурс, дети – ваш ресурс. Как вы этот ресурс используете? Или вы их не используете, и все сама? Муж ваш – ресурс, супруга – ресурс, сотрудники – ресурс, коллеги – ресурс. И вот как вот с этим быть, чтобы действительно вам люди помогали? Ну и барьеры в развитии психических функций – это тоже нежелание, незнание, неумение развивать свое воображение. Как этому здорово помогают медитации. Это же просто целое открытие, да? Как можно вот это вот образное мышление? У человека начинает просто до такой степени разворачиваться многообразные сценарии, сценарии решения сложных ситуаций, креативное мышление, системное мышление, умение концентрировать свое внимание и создавать вот этот поток. Чискент Михай, этот автор книги, да, который как раз говорит умение сконцентрироваться и быть здесь и сейчас. Последний завершающий слайд – значит, личная эффективность, значит, о навыке управления собой. Я просто хочу сказать, вот инструменты разные, которые вшиты в программу. Я еще раз хочу сказать, что построено действительно таким образом, что люди имеют возможность пойти на какую-то программу, например, где сконцентрировано вот после вашей самооценки, что больше всего там вас волнует, управление эмоцией, например, энергии, стрессами или, например, это больше аспекты про целеполаганию. Вот, но важно, смотрите, какой момент, который вот я все время, ну, такую задачу внутреннюю, что ли, для себя имею, чтобы люди все-таки на этих программах, они получали инструментарий, которые они выходят, и они могли все-таки начинать использовать в своей жизни. Потому что, еще раз повторюсь, но все-таки самое главное, чтобы мы умели, умели помогать себе в разных там жизненных условиях и обстоятельствах. Вот это просто взгляд. Наверное, тут не весь перечень каких-то вот этих вот, ну, как бы инструментов, которые мы там на программе осваиваем, но основной, который я представила. Ну, давайте уж так под занавес, ну, не могу я не показать. Год, может быть, там тому назад со мной поделилась одна моя знакомая, уникальная, которая, значит, вообще занимается очень много квантовой психологией. И вот она как раз сказала, что когда ты застреваешь на каком-то решении, ты не можешь, ну, как будто бы найти какой-то выбор, вылезти из какой-то ситуации. Круто вообще, смотрите, что делать. Это как раз техника на уровне изменения каких-то вот этих вот наших типичных нейросвязок в голове, да. Значит, у нас же все равно как бы еще раз на уровне нейронов очень часто образуется наша как раз, ну, как бы привычная реализация каких-то стратегий. Так вот, суть. Значит, когда вы, например, вот чувствуете, ну, не можете найти решение, вот вечерком сели, взяли чистый лист бумаги и взяли какую-то, вы знаете, прям точку и под точку входа, вот как будто бы вот эту вашу проблему, сложность, трудность, и вы начинаете рукой вести какой-то лабиринт. Вот вы его ведете, 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 там по листе бумаги, как он ходит, пусть он идет, как идет у вас. И как будто бы вот вы как интуитивно почувствовали, что вот он выход, вы не знаете, в чем он выход, вы не включаете ум в этот момент, не надо это делать. Вот, да, абсолютно точно, это нейрографика. Синя, спасибо огромное, да. Значит, вот как раз про это. И вы вот раз как бы и вот этот вот выход рисуете. И там, смотрите, уже запускается как раз этот процесс на уровне формирования каких-то новых связей, которые позволят вам из какой-то затруднительной ситуации выбраться. Точно так же, как, например, менять там свою дорогу. Я, например, это осознанно делаю, когда не могу чего-то там траляля, я начинаю как бы выбирать себе какие-то новые пути для того, чтобы прийти как бы в точку назначения. Вот это вот у нас нейрографика тоже, она, конечно, это же прям отдельная тема, но несколько как бы моментов разных там, мы, конечно, тоже ее включаем.